Вы знаете, когда я был юношей, более скучного дела, чем ансамбль народной песни и пляски, представить себе было невозможно. То есть вот если там обычно, ну я жил в Кишиневе, такой провинциальный город, и любое событие, все время люди хотят попасть, трудно попасть, то вот как только народная песня, то в нагрузку билеты давали. То есть ты идешь в театр на что-то себе интересное, тебе в нагрузку дают народную песню. Изменилась ситуация, я это понял в Перми, когда занимался пермским проектом, когда появилась world music, то есть когда современные музыканты стали использовать этнографию, этническую музыку для своих композиций, резко увеличился интерес к самой этой музыке. И сегодня фестивали именно уже чисто этнографической народной музыки проходят с большим успехом, и мы знаем их, и мы любим, и ходим, и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что главное не пытаться делать это так, как это делалось в советское время, а поддерживать именно через современных музыкантов, через какие-то большие этнофутуристические фестивали, и так далее, и так далее. В принципе, вот я пристрастился к этому именно в очень зрелом возрасте. Первый такой сильный был это Даха Браха, которые ездили по украинским деревням, и потом сделали свое такое современное театральное шоу, которое полностью было основано на национальной, старой, забытой музыкальной традиции хуторов.